Советского Союза и тем событиям, которые сопровождали эту крупнейшую геополитическую катастрофу 20 века. Сегодня мы предлагаем вам поговорить о некоторых экстремумах того периода, наиболее яркой из которых, несомненно, считается вооруженное противостояние Верховного Совета и Президента России в октябре 1993 года. Поговорим также о некоторых героях и последствиях, которые имели эти события. Итак, октябрь 1993 года. Время, когда Россия стояла на пороге гражданской междоусобицы. Только по официальным данным в конфликте, которому привело противостояние президента Ельцина и председателя Верховного Совета Хасбулатова, погибло более 150 человек. Около 400 получили ранения. По неофициальным данным число жертв значительно выше. Мы не будем здесь и сейчас вспоминать хронологию произошедших тогда событий, а проследим судьбы двух известных людей, двух политиков, двух мужчин, бывших единомышленниками, а после октября 1993-го ставших врагами – Александра Рудского и Александра Коржакова. Коренные разногласия между президентом и Верховным Советом России приобрели необратимый характер. Видя всю авантюрность и провальность рыночных реформ, незрелость курса младореформатов, действующих от имени президента Ельцина, тогдашний вице-президент России Александр Рудской встает на сторону Верховного Совета. Несмотря на свою близость и, собственно, должностную причастность к правящей элите. Боевой генерал, афганец, летчик, герой Советского Союза, Рудской открыто упрекал правительственную концепцию экономических реформ, заявив, что предлагаемая конверсия – это уничтожение достижений передовой научно-технической мысли и разрушение российской промышленности. Рудской бросает упрек правительству за избыток ученых и недостаток специалистов-практиков, и что не хочет быть китайским балланчиком президента, не доверяя Бурбулесу Гайдару Шохину. Рудской был не из тех, кто смиренно дожидался решения своей судьбы и судьбы страны, отдав ее в руки политическим авантюристам. Поэтому он тоже оказался вместе с единомышленниками в тогдашнем Доме Советов. Именно Ол стал идейным вдохновителем от полного явленным демократом, предприняв еще одну попытку спасти великую страну. Но что произошло, то произошло. Битва за великую страну была проиграна. Но несмотря даже на это, у страны, которой больше не было, все еще оставались ее верные солдаты. Ее сыновья, которые продолжали бороться в одиночку. Как могли, где могли, с кем могли. Таким солдатам Родины мы, преднестровцы, по праву считаем Александра Владимировича Рудского. И мы помним, что именно его мужество, его гражданская позиция патриота, его приказ к генералу Лебедю спасли нас от уничтожения националистами Молдовы. Из воспоминаний очевидцев тех событий. Непосредственно перед вылетом в Террасполь Лебедя инструктировал секретарь Совета безопасности России Скоков и вице-президент Александр Рудской. «Саша, запомни главное», – глядя прямо в глаза Лебедю, утвердил Рудской. Первое. Нужно остановить любыми доступными средствами кровопролития. Второе. Эвакуация семей военнослужащих при необходимости. Третье. Возьми под жесточайший контроль склады с оружием и боеприпасами. Четвертое. Попытайся обеспечить беспрепятственный пропуск эшелонов с боеприпасами, оружием, техникой через территорию Украины или на крайняк. Создай условия и предпосылки для этого. И пятое. Тяжело вздохнув, произнес Рудской. Выполнение вышеуказанных задач не должно быть заблокировано руководством Молдовы. Далее мы хотим рассказать о судьбе еще одного известного в 90-х годах человека. Речь пойдет об Александре Коржакове, начальнике охраны первого президента России Бориса Ельцина. В 92-м ему было присвоено звание генерал-майором. В 93-м, именно в октябре, во время обсуждаемых нами событий, Александр Коржаков возглавил группу А, которая принимала участие в штурме Белого дома, лично арестовывал Хасбулатова и Рудского. У меня была задача другая. Об этом мало кто знает, но у меня рука была в кармане, а в ней был пистолет фактически на революционном взводе. Это когда патрон в патроннике, а предварительно снят. Это именно на самозволе может стрелять, только курок не изведен. Задача была тут же его и кокнуть, и того и другого. Но это было сделать невозможно, потому что они спрятались в толпе дебюдатов. Поэтому я задачи не выполнил президента. В марте 1996-го Александр Коржаков вошел в состав предвыборного штаба Ельцина, а в июне того же года был уволен со всех постов в результате скандала, возникшего в ходе выборной кампании президента. Напомним, это нашумевшее дело. По сообщениям многочисленных СМИ, два члена предвыборного штаба Ельцина, возглавляемого Чубайсом, были задержаны при выносе из дома правительства коробки из-под бумаг для ксерокса с 538 тысячами долларов США. Инициаторы задержания – глава президентской службы безопасности Александр Коржаков, директор ФСБ Михаил Барсуков и первый вице-премьер Олег Сосковец – отправлены в отставку. Существует критическое мнение, что ценой полумиллиона долларов оказалась убрана из окружения Ельцина опасная для Чубайса группа лиц. Да, вот так необъяснимо складываются политические судьбы. По прошествии почти двух десятилетий мы встретились с этими двумя мужчинами – Александром Рудским и Александром Коржаковым. Когда-то непримиримыми врагами, а сегодня политиками, идущими своими дорогами. Мы предлагаем вашему вниманию мнение этих людей о Приднестровье, на наш взгляд, не нуждающиеся в дополнительных комментариях. Прошло 20 лет со дня образования республики. Вопрос первый. Чьи усилия в создании Приднестровской республики героистского народа и их лидера Игоря Николаевича Смирнова? 20 лет республика живет, а не существует, кстати, в тяжелейших политических, экономических условиях. Не выступает в роли попрошайки, а живет самостоятельно трудится. Я признаю Приднестровскую республику как независимое образование. И считаю, что граждане республики вправе сами, своей головой, своими мозгами решать, кого им выбирать. И с осторожностью относиться к советам со стороны. Потому что им жить с нынешним президентом, им вместе, если надо будет, в атаку идти. Поэтому пусть люди сами решают. Эти российские политики на собственном опыте знают, что такое пиар. И особенно черный. Вот как они оценивают старания такого рода ньюсмейкеров. Я не верю во все эти инсимации, которые развернулись сегодня в отношении Игоря Николаевича и его семьи. По двум причинам. Первая причина. Все это вдруг обнаружено непосредственно перед выборами. Три месяца назад на эту тему вообще никто ничего не говорил. Какой можно сделать вывод? Цель одна. Дискратегировать в глазах избирателей, в глазах приднестровцев, президента республики и его семью. Ну и вторая причина, почему я во все это не верю. Потому что все это я проходил не единожды. И подделывали подписи, открывали счета, подписывали трасты. Потом, спустя 2-3 года прокуратура делала вывод, что подписи подделаны, состава преступления нет. А вместе с тем, цель, которую ставили дискредитировать в глазах избирателей, добивались. Я думаю, что героический приднестровский народ не настолько уж глуп, чтобы верить во все эти инсинуации, во всю эту грязь. Поскольку я сам избирался четыре раза, и против меня всегда был черный пиар. Хотя до этого мы всегда старались собраться вместе кандидаты и договаривались, что не будем ни на кого лить грязь, будем только себя хвалить там или рассказывать о своих успехах. Поэтому мне всегда неприятны такие вещи. Откуда они идут, ну, я еще раз говорю, что люди сейчас умнее стали. Наверное, разберутся, отделят, как говорится, мух от атлетов, которые сейчас могут договорить стало. И самое главное, оба Александра уверены в мудрости и зрелости нашего народа. Народ, переживший такую историю, на Мякини не проведешь. Практически все мы, и Приднестровье, и Россия молодая, мы все уже прожили 20 лет с лишним. А за это время произошли не только революции демократические, но самое главное, что революции произошли в наших мозгах, в мозгах у граждан. И уже просто так, как там давлением или дешевыми подачками, или там плакатиками какими-то, или фотографиями, сейчас задавят там, у нас сейчас вся страна оклеена. Думают, что посмотрел фотографию, видел какой человек, и сейчас за него быстро голосуешь. Нет, люди уже стали соображать и голосовать не за это, не сердцем или другими органами, а мозгами и своим жизненным опытом. Поэтому я совершенно не сомневаюсь, что избиратели Приднестровья, умные, грамотные, последовательные люди, давно уже сделали выводы, дали правильную оценку деятельности президента республики. В таких условиях коней на переправе не меняют. Поэтому не верьте во всю эту грязь, сделайте сами спокойно, уравновешенную оценку вашего труда, труда правительства республики, президента республики. Придите на избирательные участки и проголосуйте. Александр Рудской и Александр Коржаков. Их разделяло и разделяет многое. Судьбы этих людей записаны в новейшую историю России. Они не могли быть только блестящими и безоблачными уже потому, что пришлись на смутное время. Но, обращаясь к нам, они полноправно предостерегли приднестровцев от наивной доверчивости и поклонения мнимым авторитетам. Слишком велика цена ошибок. Слишком быстротечна человеческая жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова